всем привет продолжаем путешествие по моему маленькому городку фруштадская дом 36 левая часть дом волковый изначально дом 36 36-5 конце 17 века этот участок принадлежал парикмахеру дрендорфу угловая часть в 1820-х годах принадлежал генерал-лейтенанту карлу ивановичу оперману известному российскому инженеру картографу и фортификатору боевому офицеру участнику наполеоновских войн 1840 1860 годах на углу дома стоял двухэтажный дом семейства неплюевых 1868 году и весь участок был продан графу карлу людвиговичу шуленбургу в 1869 году архитектором цинки угловой дом был надстроен на один этаж 1880 1890 годах в первых двух этажах работала женская гимназия стаюнина это педагог и общественный деятель жена педагога и публициста действительно статского советка стюнина и статья была гимназической подругой достоевской это вторая жена федора достоевского она известна как издательница и публикатор творческого наследия своего мужа библиограф и автор ценных воспоминаний а также одна из первых кстати вот интересно из первых лотеристок россии я пользуюсь данными сайта city walls очень рекомендую сайт для ознакомления с историей нашего города кстати несколько лет членом педагогического совета женской гимназии стюнины был пётр францич лезгов по его инициативе в число занятий были внесены физические упражнения оценки заменены аттестациями полностью исключены наказания а пётр францич лезгов известный конечно биолог анатом антрополог врач педагог также известен как создатель теоретической функциональной анатомии палеонтологии научной системы физического воспитания прогрессивные общественные деятели россии вот какие люди жили в этом доме в 1898 году дом приобрел купец михаил санч волков кстати при нем здесь работал чайный магазин или винный погреб черепенникова черепенникова а принадлежали к числу наиболее известных петербургских купеческих семей основательно семейное торговое делал бы василий иванович черепенников крестьянин села селище ярославской губернии начинал с должности приказчика во фруктовой лавке затем открыл собственный магазин но постепенно конечно расширял расширял торговлю стал купцом 2 или потом 1 торговал он а потом моего и сыновья фруктами овощами вином коммунальными товарами чаем кофе сахаром в общем продуктовый такой магазин здесь которым продавали вино и в ночь кстати на 30 ноября 17 года здесь был ученен погром до 200 человек вооруженная толпа напала на магазин погромщики разбили окна двери ворвались винный погреб ну и магазин конечно был причинен огромный ущерб для купца волкова по проекту бекера рядом с дома был построен новое четырехэтажное здание дом номер 36 до семнадцатого года здесь жил политические общественные деятели александр иванович гучков российский политический и государственный деятель лидер партии союз 17 октября с лета семнадцатого года либеральной республиканской партии россии председатель третьей государственной думы член госсовета председатель центрального военно-промышленного комитета военный и временный морской министр временного правительства в тысяча двадцатых тридцатых годах в доме 36 дробь 15 находился делене милиции перед великой отечественной войной здесь был открыт родильный дом сороковых годов в доме 36 работает поликлиника в шестидесятых это здание было надстроено четвертым этажом ну вот примерно наверное все что я нашел в интернете по этому дому сделал фотографии воспользовался текстами сайта city walls ну вот и все что подумал волковый фурштадская 36 пока пока до свидания